Минюст предложил не карать чиновников за вынужденную коррупцию. Данная инициатива в начале недели буквально разорвала соцсети, появилась целая куча слухов и домыслов, насмешливых высказываний и даже мемов. Предлагаю разобраться во всем этом детально, чтобы не как у фейкометов одна Ванга сказала в воскресенье в 20.00 Москвы. В прямом эфире на канале Реальная Журналистика. Подключайтесь, будет интересно. Ну что, дорогие скрипоносцы, поздравляю нас всех. Сегодняшнюю программу начинаем с положительной новости. В России создается телеканал Победа. Вы не ослышались. Целый телеканал, на котором 24 часа в сутки будут крутить фильмы и передачи о войне. Зачем? Да чтобы россияне еще более патриотичными стали. Пришел так человек домой после работы, жрать нечего, не беда. Включил ящик новости на Спас-ТВ. Там ему рассказали о том, что на месте детского садика во дворе отныне будет возвышаться храм, объяснив попутно, насколько это важно и скрепно. Затем человек переключился на Победу. И здесь уже до объяснили, будто деды-то как раз за данный храм и воевали. Ты давай всякие глупости в голове не гоняй. Ну и Соловьев на десерт катком по мозгам проехался. Мол, и в будущем продолжим воевать за светлое, поскольку это необходимость. Враги кругом. Ой, блин, чую. Десятый сезон сериала «Ходячие мертвецы» – это такое кино на тему зомбоапокалипсиса. Буду досматривать уже в реале. Гуляя по улицам городов и весей, великая и могучая. Начинаем. Кстати, с телеканалом Победа вообще ни шутка ни разу. Запустить его планируют. Уже в мае нынешнего года хотели к 75-летнему юбилею окончания ВОВ, но решили ускориться. Свидетельство о регистрации канал уже получил. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Но что мне больше всего понравилось, канал не будет общедоступным. Его сделают кабельным и войдет он в цифровое семейство первого. Короче, зомби еще и приплачивать за скрепы станут, а кто-то на этом карманы будет набивать. При том, что создается данное ТВ за бюджетные деньги. Денег, как известно, нет. Супер! Вот никогда бы не подумал, что Победу можно продавать. Вперва за счет подвига наших предков одурачиванием масс политики занимались. Теперь вот на барахолку тот подвиг выбросили. Славься, страна! Мы гордимся! Фильм трогательный. Действительно тяжелый для меня. И только об одном всегда думаешь. Не было бы в наше время войны. Просто фильм для молодежи, он самое то. Я плачусь. Ну а пока скрипоносцы рыдают, ликуют и радуются тому обстоятельству, что 75 лет назад у нас был повод для гордости, их продолжают троллить не скрипоносцы, или люди, которые считают, что жить нужно в кайф и делать это необходимо сегодня, а не в каком-то там мифическом светлом будущем. Эпатажная Лиза Пескова вновь отличилась, посмеявшись над дурачками-соотечественниками из Парижа. На этот раз посредством истории о том, как в одном из ресторанов французской столицы к ней пытался привязаться какой-то парень, якобы посмотреть человеку захотелось, как принцесса ужинает за счет российских налогоплательщиков, причем на этом моменте девушка акцент сделала за счет русских, типа я поесть пришла, ага. Доподлинно, впрочем, неизвестно, существовал ли тот парень в действительности. Автором данной сказки выступила сама Лиза, потому что мне, если честно, не совсем ясен посыл, если посмотреть на него трезвыми глазами. В той жизни, что за кадром, я тоже бываю в ресторанах и также сталкиваюсь с хейтерами, но я это не афиширую. Зачем? В данном же случае вполне себе очевидно, по-моему, что золотая девочка пытается двигаться в том же направлении, которое однажды выбрала для себя такая же никчемная пустышка по имени Перрис Хилтон, которая в своей жизни ничего полезного не сделала, которая ничем не примечательно прославилась за счет фамилии и денег предков, а еще благодаря своим идиотским выходкам. Вот и барыне Елизавете подозревают такую же корону захотелось примерить, но другого объяснения я не нахожу. Есть, правда, во всем этом одно, но мисс Хилтон на частные деньги дурака валяет, а мы в свою Перрис инвестируем всей страной. Для этого, естественно, нужна очень сильная информационная поддержка. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства. Для этого нужно показать молодежи, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа. Если честно, данный набор звуков у меня вот с этим ассоциируется. Желаю, чтобы все. А с другой стороны, господа, у девушки ведь огромное количество подписчиков, тысячи россиян читают ее посты, десятки и даже сотни газет готовы платить папарацци и желтым журналистам за фотографии с этой дамочкой из статьи о ней. А это значит, что огромному количеству народу вот эта кукла интересна. И плевать, что кукла вытирает ноги от своих сограждан, откровенно смеется над нами и издевается. Главное, что девица-то прикольная. Блин, уровень деградации в нашем обществе, ну, уже зашкаливает просто. Это реальная журналистика, деграданты и опущенцы. Тема сегодняшнего выпуска. Хотя нет, давайте просто о прекрасном. Поехали! Помните, рассказывал, что мы восстановили 30 тысяч жилых домов в Сирии? Ну, в смысле, Россия. На достигнутом наши власти решили не останавливаться, и теперь мы Кубе собираемся помочь. У них там железные дороги нуждаются в модернизации, а проект достаточно дорогостоящий. Порядка двух миллиардов евро стоит кубинцам денег взять негде. И тут наш вице-премьер Борисов неподалеку прогуливался, услышал о беде братского народа, прикинул, что к чему и сказал, не переживайте, ребята, изыщем средства. И ведь нашел. В ближайшее время два российских ярда варьются в экономику острова Свободы. Браво! Так держать! Раскатывай соломы потом в арт-пушин. Это как 3D, да? Как арматура связывает. А это, друзья, Нижний Новгород, где перед Новым годом построили вот такую вот переправу через Волгу из сена. Строили ее какие-то казанские специалисты. В Казани, оказывается, есть две такие. Значит, как это работает? Солому укладывают в несколько слоев, затем поливают водой, на морозе все это дело замерзает, и вуаля, переправа готова. Совсем тяжелые фуры такая гать, конечно, не выдержит, но машину весом в пару-тройку тонн запросто. Дедушки способ. Раньше так сделали, еще делали троса натягивали. Поморажили их в лед. Троса. Ладга. Ну, это очень-очень дорогостоящими. Или понтоны. 37 миллионов понтонов. Справедливости ради, нужно сказать, как только наши коллеги из Нижнего сняли об этой переправе кино, нижегородские власти встали на дыбы, шум подняли до небес, мол, да что это такое творится без нашего ведома? Что там за народные умельцы объявились и возводят какие-то нарушечные понтоны? Ну, раз власти не хотят сделать не нарушечные, люди выкручиваются как умеют. Хотя, ну, слушайте анекдот, конечно. 21 век на дворе. Китайцы готовятся лететь на Марс. Илон Маск в Штатах отжигает, фонтанируя все новыми и новыми идеями. Проект спутниковый Wi-Fi реализует. Добрая половина мира объявила о том, что к 2030 году откажется от двигателей внутреннего сгорания, люди пересядут на электрокары. И только в России стабильность. Мы в Нижнем переправу из соломы строим. Впору под Питером где-нибудь завод по производству лапти открывать. Ну и под занавес в Саратов давайте заглянем, где случилось настоящее стихийное бедствие. Город в прямом смысле по самые уши снегом завалило. Странно, да? Зимой в России снег выпал. Власти, разумеется, к такому развитию события оказались не готовы, как обычно. Кадры, которые вы увидите дальше, с одной стороны улыбку вызывают, а с другой это совсем не смешно. Ну да, что я рассказываю. Сами смотрите. Вся техника рабочая, она разная. Она на ходу. На ходу, да? Но не все в строю. Дороги должны быть вот так почищены, чтобы жители не падали на них. Все. Сегодня техника есть. Работать день и ночь надо организовать, и все будет нормально. По телевизору, впрочем, об этом в Саратове вам ничего не расскажут. Там сейчас в тренде украинские выборы, потому что сказки об очередных прорывах. Может, опять мультик про какую-нибудь ракету покажут. Хотя, пипл-то хавает, пиплу скрепы важны. Т-34, вон в прокате все мыслимые и немыслимые рекорды бьют. Люди довольны. Людям нравится киношку, им показали. А скоро, напоминаю, киношка про войнушку на всех экранах страны. Ждем старта канала Победа. И уууу, заживем все. Это была реальная журналистика. И сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху. Больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока.